так пришла нарисовалась откуда пришла с работы всем приятного всем привет вы на канале украинки яка зараз находится в немечении немечении я буду продолжать и выучать немецкую мову и я тут працюду в германии я работаю и продолжаю учить немецкий язык с работы вернулась сколько у меня времени 1813 работала до 5 короче говоря вот это все время я ходила по кауфлэнду короче вроде бы ничего не купила совершенно по мелочи совершенно по мелочи шла больше часа с работы она переодевалась конечно короче короче как-то так так что купила в кауфлэнде вода такая вот аморальная так потом еще одна вода аморальная это у нас получается типа чайного напитка клуб матэ короче короче такой он не сильно сладкий поэтому я иногда его покупают и плохой такой на вкус так это купила еще крабовые палочки будут нужны что-то я никак не могу собрать и приготовить вот эту вот крабовую намазку которую я очень люблю одна пачка лежит в холодильнике ждет я еще что может быть завтра дальше купила вот такой вот паштет спасибо наташа с артуром показали подсказали очень-очень вкусный его прям сейчас вот на на ужин пущу буду ужинать и здесь в этой квартире дальше две вкусняшки сейчас просто покажу вам они одинаковые вот такие вот булочки или как слоечки с творогом сладким на утром надеюсь в вечером и купила вот такой вот типа как я его называю белый батон он форме батона нарезала на машинке там кафленде вот и когда пришла на кассу они у меня спросили вайсброд я сказала да вайсброд то есть это получается у нас обычный белый хлеб пахнет обалденно он свежащий горячий то есть ну вот соблазнилась просто как-то так я не особо хлебный человек я много хлеба стараюсь не есть не потому что мне например его даже как бы и нельзя на просто я ну как вам сказать вот допустим если вот этот вот паштет да я могу съесть без хлеба я думаю что не только я такой сейчас приготовлю себе что-нибудь на ужин поужинаю и у меня еще есть продукты холодильники мне надо не лениться не баловаться а кстати приготовить еду потому что смотрит что на то соблазняйся то то надо хочется купить то то хочется купить а вспоминая шутер холодильники продукты есть и короче короче их надо просто приготовить и здоровее пищу есть вот как то так ребята так что до встречи поставила варить картошку в мандире как я обычно люблю и знаете что у вас хотела спросить девочки кто живет давно в германии вот смотрите у меня такие вот белые киевские полотенца полотенца обалденные но проблема в том что это белое полотенце скажите мне пожалуйста в чем каким средством вы такие вот полотенца стираете у кого белое полотенца на кухне и вы же понимаете да что пятенок полотенец не избежать потому что эта кухня они очень-очень классные такие натуральные берешь вот ну ну вообще типа как и в нем меня но я думаю что здесь есть какая-то добавка не знаю но на ощупь у него очень натуральные и когда вы допустим вытираешь что-то да какие-то продукты там мясо они хорошо впитывают воду и не оставляет никакую ворсу они без ворса вот чем вот такие вот полотенца белые лучше всего отсирать вот это вот хотелось чтобы вы мне написали у кого есть опыт вот пишите будет до того как называется средство окей буду вам очень сильно за это благодарна так утро суббота всем доброе утро вчера штатив поставила себе разогреть картошку сейчас ее поджарю мундирах сейчас надо уловить момент чтобы уменьшить нагрев потому что она у меня быстренько очень сильно подгорит эта картошка так вот на шестерочку закрою дверь на кухню вот банки надо это выбрасывать отдельно вот эти вот металлические крышки надо тоже отдельно выбрасывать поэтому я собрала их это мои девочки здесь девочка съехала и в общем остались мне крышки это ребята приходили с работы оставили фильтры оставили кофе в общем тут как бы все в перемешку квартира же общая да погода за окном такая вот у нас сегодня весна ребята какой у нас сегодня апреля 20 на сегодня по прогнозу даже мокрый снег температуру пишет на день 71 представляете какой холод смотрю на вот эту вот цветущую сирень куст имею честно говоря жалко а там дальше за ним очень темная очень красивая тоже сирень цветет холодно цветочком холодно конечно таким вот листьям всем красивым на деревьях но ничего не поделаешь ждем улучшения погоды следующая неделя тоже кстати холодная а потом вроде как потеплеет так что вот такие вот дела сейчас вам покажу что вчера приготовила жарится на картошечка румянится я так оставила на маленьком на маленьком нагреве картошечку пока я с вами тут поговорю пообщались приготовила я вчера вот эту вот намазку свою любимую с крабовыми палочками здесь еще укроп и здесь еще немножко сыра филадельфии майонеза нет соли нет ничего такого нет получается очень вкусно крабовых палочек много почти полторы пачки так что еще хотела вам такое рассказать вчера обещала что на готовлю чего-то вкусного да что у меня есть продукты в холодильнике нет ребята мне ничего не получилось короче говоря у меня была печенка куриная да и я про нее ну честно вам скажу просто купила и подзабыла купила свежую у нее годность была до вчера до 19 числа но она испортилась и мне пришлось ее к сожалению выбросить поэтому печеночного паштета у меня к сожалению пока что не будет я куплю я хочу приготовить печеночный паштет по рецепту в общем короче говоря как я раньше и не готовила вот обычно я обжаривала печень а сейчас хочу немножко по-другому приготовить посмотрим что из этого у меня получится печень здесь кстати говоря евро 99 стоит жалко конечно да ну я сама проворонила я сама виновата так что вот такие вот тоже случаи бывают жизни у хозяйки которая которая забивает немножко на все так у меня значит картошечка помидорчики еще будет нормально я делала сейчас салат прям на утро может быть попозже сделаю сегодня на работу мне на 12 но и связи с такой погодой конечно я думаю что будет народ и будет его прилично что хотела еще сказать есть дама с амстердама на канале лариса комитина или комитина только сейчас вот все нормальные подписчики все нормальные комментаторы вы не подумайте что у меня это как-то обижает или цепляет нет я к этому отношусь ровно и спокойно вчера заходила в творческую студию читала комментарии которые ну как вам сказать которые находятся не просто на рассмотрении у youtube а которые являются потенциально опасными и которые youtube не пропускает и там я нашла два комментария от вас лариса да с темы мои оскорблениями прямое оскорбление вот я не хочу называть это слово я бы могла бы конечно снять показать всем не хочу этого делать вот кстати ну знаете что я вам хочу сказать ваши речи вам на плечи вот еще я у них возвращаю слишком много чести для вас так люда мне что-то написала из киева привет людочка сейчас посмотрю что ты мне написала вот потому что можно все что угодно написать человеку на youtube и незнакомому да потому что по сути дела вы же меня не знаете но когда вы переходите на оскорбление то ну вы просто этим пользуетесь да потому что вы знаете что вы простонародье за это сами знаете что делает так что вот такие вот дела хотела одобрить вчера комментарии youtube не пропускает нет не хочет можете себе представить что этот человек мне написал конечно иногда думаешь и ну ладно все стоп так у меня готова моя вкусная картошечка сейчас не надо выключить и чтобы масло лишнее не было в тарелке так аккуратненько аккуратненько выложу так теперь бутербродики такой вот у меня сегодня получился натюрморт сейчас я его поправлю и сюда еще добавится помидорки мне смотрится и 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